привет давно я уже с вами не болтала давно не выкладывала свои видео у меня много сейчас всяких обязанностей и занятий и дополнительных занятий в общем конечно забегалась и немного но у меня каждый вечер мне прям хочется съесть и начать снимать видео но времени совершенно нету столько идей о чем я хочу с вами поболтать и поговорить и рассказать иногда до знаете даже вот хочется прийти вот я перед сном в любом случае там переделаю все дела мне надо там заниматься я все это сделаю книжки почитаю свои но прежде чем сесть спать я в любом случае сижу где-то час иногда даже два часа вышиваю до часов двенадцати на слушаю аудиокниги смотрю видео на ютюбе и иногда хочется вот просто вот в этот момент сидеть когда вот я вышиваю после работы и просто с вами о чем-то болтать может быть так я и буду делать иногда просто устраивать такие вышивальные вечера для себя и о чем-то вам рассказывать или делиться впечатлениями от ваших комментариев мне это очень нравится вы даете мне много идей для того чтобы видео снимать задаете вопросы делитесь своими впечатлениями и вот наверное то о чем я хочу сейчас с вами поболтать это как раз таки навеяно вашими комментариями мне хочется вам рассказать о своем опыте покупок разных наборов в магазинах на алиэкспресс то есть сайт алиэкспресс сам по себе представляет такую платформу на базе которой различные магазины предлагают свои товары и продают свои товары и соответственно купить что-то на алиэкспресс и если это вам понравилось это еще не значит что купить так также выглядящую или вы допустим вышивальный набор на алиэкспресс не значит что все наборы на алиэкспресс покупаемые я обожаю это не так во первых потому что на алиэкспресс много много разных магазинов у меня я вот сейчас просто села и посмотрела список тех магазинов которые мне в которых я уже покупала наборы с нанесенным рисунком и которые мне понравились для меня это значит что если я в следующий раз захочу совершить покупку то я пойду искать наборы вот именно вот с этих магазинов я начну потому что я уже покупала там наборы они мне нравится по качеству мне нравится канва она жесткая я обожаю жесткую канву на руках вышивать на плюс напах вышивать потом мне нравится сама канва по качеству она такая толстенькая потому что иногда бывает вот она тоже вроде бы хлопковая такая но она тонкая и жесткая мне то не нравится на цвета какого-то серого а А вот мне нравится, чтобы канва была жесткая, была плотная, такая вот прям на ощупь толстенькая. Чтобы рисунок был хорошо напечатан. Рисунок для меня очень важен. Если вы вышиваете по схемам и вам совершенно труда не составляет по схемам вышивать, то есть в принципе, ну, все, о чем я буду сейчас говорить, это вообще тогда не имеет значения. Но, а я говорю именно вот о вышивании по конвес нанесенным рисунком. Мне важно, чтобы рисунок был нанесен качественно и чтобы все значки я могла видеть. Другой момент это ниточки. Ниточки, естественно, это синтетика, но ниточки тоже бывают разные. Я, вот допустим, то, что я покупаю в наборах Joy Sunday на различных магазинах, которые продают эти наборы, ниточки мне нравятся. Есть другие фирмы, вот допустим, фирма Golden Panneau Official Store. Я купила вот в этом магазине ниточки, мне там ни канва, вернее набор, мне там ни канва не понравилось, ни ниточки не понравились. Вышивать можно, цены очень дешевые, все замечательно, отлично, но покупать такое больше не буду. Я не могу сказать, что там совершенно что-то очень-очень плохое, нет. Но когда я вот попробовала покупать в магазине Joy Sunday Company Store, Joy Sunday Factory Store, Joy Sunday Store, то есть у меня есть такой список, я в описании, под этим видео я выложу этот список. Я хочу разделить это так, те наборы, вернее те магазины, которыми я обязательно буду пользоваться. Потом у меня есть такой список, может быть, я ими буду пользоваться, и список, которыми пользоваться не буду. Вот обязательно буду пользоваться этими наборами, которые я вот, допустим, уже купила, вышиваю, уже вышила, закончила. Я уже точно знаю, что мне и ниточек хватило, потому что вот сегодня мы болтали с моей вышивальной подружкой, и она рассказала мне историю, что они купили набор, и не хватает ниточек. И ниточек одного цвета не хватило, ниточек другого цвета не хватило, хотя набор Joy Sunday, то есть на упаковке написано Joy Sunday набор. Из моего личного опыта я знаю, что на упаковке может быть написано Joy Sunday, но эти Joy Sunday могут продаваться в различных магазинах и укомплектоваться в различных магазинах на Алиэкспресс. Потому что вот, допустим, наборы с Joy Sunday Company Store, с Joy Sunday Factory Store и просто с Joy Sunday Store, они отличаются. Сама канва и нанесенный рисунок очень похожи, то есть в этом отличие я не нашла. В качестве ниточек я не нашла отличие. И еще даже вот эти органайзеры, они абсолютно одинаковые, то есть тоже отличий нет. Но отличие есть, допустим, лицевая сторона самой упаковки. В одном случае она глянцевая, в другом случае она такая матовая бумага. Сами схемы. В одних магазинах они печатают схему очень мелко, в других магазинах они печатают немного крупнее. Вот даже эти три магазина, которые называются Joy Sunday, там Company, Factory или просто Store, они все равно отличаются. Я для себя это так представляю, что это в принципе разная комплектация наборов. И еще есть, допустим, Joy Sunday, как он называется, Specialty Store. Этот магазин у меня под вопросом, потому что сама канва по качеству мне нравится, но я никогда, я еще не вышивала этих наборов. Они у меня есть, я на них смотрю, они мне нравятся. А вот чтобы их вышить и убедиться в том, что у меня абсолютно хватило всех ниточек, я еще пока не знаю. Поэтому, допустим, те магазины, которые будут в моем списке, в секции может быть, это будет значить, что визуально по качеству нанесенного рисунка, по качеству самих ниток или самой канвы мне вроде бы нравится. А вот чтобы вот так вот взять, вышить и убедиться, что еще и ниточек все хватило, я пока еще не знаю. Но вот те наборы, которые я сейчас вышиваю, у меня есть как бы почти все эти наборчики. Я, ну, какие-то ниточки я полностью вышила. Я уже знаю, ага, мне полностью ниток хватило. Вот, допустим, петушок, мне ниток там хватило с лихвой. Или винный натюрморт, который я вот заканчиваю, мне там буквально три ниточки осталось дошить. Мне ниточек там очень хватило, у меня очень много остаточков. Я все это буду показывать. В общем, у меня мой винный натюрморт так хорошо сейчас продвинулся. И вот по винному натюрморту, по своему петушку, по еще нескольким работам, наборам, я уже могу судить, что в каких-то магазинах я, я лично, я буду покупать. Я тоже, опять же, все, что я сейчас говорю, это только относится к конве с нанесенным рисунком. Потому что те же самые магазины очень часто предлагают на белой конве, ниточками вышивать. Ну, в принципе, мне кажется, эффект тот же самый. Но если у вас есть возможность в России покупать очень похожие, ну, не похожие те же самые у настоящих производителей, может быть, имеет смысл, естественно, купить у настоящих производителей, потому что это как бы у вас там продается. И это мне, чтобы из России что-то заказать, это будет очень дорого. Поэтому я вот сосредоточилась на Алиэкспресс. И я еще сосредоточилась, потому что мне нравится конвай с нанесенным рисунком. То, что я увидела в России, смотрела несколько девочек на YouTube, покупали наборы с конвой с нанесенным рисунком. И я не помню сейчас производителей, но схема на конве, она просто вот так вот съезжает. Это одно мучение. Я себе даже не представляю, как бы я это вышивала. Я бы ужасно нервничала. Мне бы такая вышивка ужасно не нравилась. Поэтому я вот для себя уже тот вариант, который лично меня устраивает, я нашла. И я с удовольствием буду продолжать покупать вот именно в тех магазинах, которые я сама уже проверила. Потом у меня еще иногда спрашивают, а стоит ли покупать в этом магазине или вот в этом магазине. А вот я хочу начать вышивать на конвей с нанесенным рисунком. Может быть не с этого начать, а может быть вот с этого. А что вы посоветуете? С какого каунта начать? Я не могу ничего в этом случае посоветовать, потому что все, что я бы не говорила, кому-то может понравиться, кому-то не понравится. Мы все люди разные, нам надо искать свои пути. Я могу лично за себя говорить. Вот именно тот список, который я написала, это значит, что я этот список составила по своим вкусам и предпочтениям. Меня какие-то вещи устраивают, и я буду продолжать ими пользоваться. А какие-то совершенно не устраивают, и, соответственно, я их исключила совершенно из своих будущих покупок на Алиэкспресс. И никогда этими магазинами на Алиэкспресс уже пользоваться не буду. Насчет того, с какой конвей начинать, с 11 или с 14, каждый рисунок, допустим, какой-то рисунок на 11 конве совершенно не будет смотреться. Это тоже надо понимать, и я не куплю любой набор и буду его вышивать на 11 конве. Мне нравится вышивать на 11 конве, но какие-то схемы реально будут очень плохо смотреться. Какие-то нормально, и я буду радоваться, вышивая эти картины. Да, там будет небольшая пиксельность, но какие-то совершенно не будут смотреться на 11 конве. Допустим, где нарисованы мелкие люди. Вот, допустим, Dimensions любят совершенно всякие детали мелких людей на другом берегу озера. Там какие-то собачки бегающие. Но совершенно это не будет на 11 конве смотреться. Кого мы можем обманывать? Такой набор ни в коем случае не стоит на 11 конве покупать. Надо покупать либо на 14, обязательно, чтобы на схеме был бэкстич. Поэтому все относительно. Надо искать свои способы. Если вы человек, который не любит рисковать, не покупайте на Алиэкспресс ничего. Потому что либо начинайте покупать с каких-то маленьких наборов и не делайте сразу гигантскую покупку 20 наборов. Купите один. Ну да, он дойдет к вам через какое-то время. Но купите один небольшой. Попробуйте. Если вам лично понравится, продолжайте там покупать. Если не понравится, то надо остановиться. Я свой список уже составила. Я могу сказать, все наборы, которые я купила со всех этих магазинов, их вышивать можно. Даже из того списка, который у меня оказался в списке магазинов, которыми я больше не буду пользоваться. Я сейчас вышиваю один из таких наборов. Это своих влюбленные лебеди. Вышиваю. Большая будет работа. Вышивать можно. Но есть лучшие предложения, так скажем. А если они есть, соответственно, зачем мне возвращаться к тому магазину. Поэтому все очень индивидуально. Потом, вот допустим, у меня прям есть отдельная, как бы выделенная такая строка. Но она тоже относится к первой части. К тем магазинам, которые мне очень нравятся. И которым я буду продолжать пользоваться. Это тот магазин, в котором я купила икону. Которую я сейчас вышиваю для своей мамы. Этот магазин называется Joy Sunday OOO Store. Икона замечательная. Она стоит очень дешево. Видимо, их там плохо покупают на Алиэкспрессе. Их продают обычно с 50% скидкой, с 70% скидкой. И я ее купила за чуть меньше 9 долларов. И вот именно в этом магазине. И на 14 каунте. Шикарного качества канва. Отличный нанесенный рисунок. Никуда ничего не съехало. Ниточки хорошенькие. Естественно, я не могу пока сказать, хватит ниточек или нет. Потому что у меня эта работа вышита, может быть, на одну четверть только. Пока все меня устраивает. То есть вот единственный вопрос, который у меня еще остается. Хватит ли ниток или нет. Вот допустим, то, что мне рассказала моя подружка. Она сказала, что набор, который они вышивали, назывался Joy Sunday. Но там вот несколько цветов не хватило прям ниток. А каких-то ниток хватило вот прям впритык. И вроде бы вышивали тоже экономно. Без всяких длинных протяжек. Но вот ниток не хватило. Это, конечно, большой минус. Я очень надеюсь, что она мне сообщит. Она собиралась посмотреть, ну, по крайней мере, я попросила, в каком магазине они покупали этот набор. Я лично в таком магазине больше бы ничего не покупала. Это говорит о том, что комплектация, которую они создают для своих наборов, вот ниток, и там вот впритык хватает, это плохо. Потому что все вышивают по-разному. Некоторые... Вот я, допустим, вышиваю крестик сразу. И я его не протягиваю. Вот иногда, когда вышиваешь крестики гобеленовскими стежками, и в одном направлении, и в другом направлении, естественно, ниток расходуется больше. Но даже в этом случае, мне кажется, производители должны учитывать и комплектовать наборы достаточным количеством ниток. То есть... Ну, опять же, я не могу сказать, насколько это вот такой... Потому что, если я вышиваю, мне ниток хватило, там осталась одна пасмочка, естественно, другой человек, который вышивает такими гобеленовскими стежками, естественно, ниток может не хватить. Потом я тоже знаю, даже на ютубе девочки рассказывают, Dimensions. Кому-то хватает ниток, кому-то не хватает ниток. Там в зависимости от комплектации, старая, не старая комплектация. Так что... Все бывает. На Джойсанды все бывает. Тоже в Алиэкспресс, в разных магазинах все бывает. Поэтому даже если я делюсь с вами своим опытом, естественно, относитесь с небольшой такой долей скептицизма к этой информации. Но, опять же, лично для себя я решение приняла. Я составила список магазинов, где я буду покупать наборы и где, скорее всего, уже наборы никогда не куплю. Потому что, если у меня есть такой выбор из, получается, шести любимых магазинов на Алиэкспресс с конвой, с нанесенным рисунком, и еще у меня список из пяти магазинов, которые вроде бы мне понравились. Единственное, я хочу еще для себя проверить, хватает ли там ниточек или нет. Ну, соответственно, зачем мне в какие-то другие магазины уходить. И самое такое вот лично для себя я сделала вывод. По цене набора, естественно, можно понять, что вы получите. Если набор, который, допустим, 60 на 70 или 50 на 60 стоит с конвой, с нанесенным рисунком, 14-11 каунт, куча всяких ниточек, и он стоит 6 долларов или 8 долларов. О чем это говорит? Это говорит о том, что не только что скидка хорошая. Это говорит о том, что качество будет хуже. Ну, допустим, те наборы, которые я покупаю Джойс Сандой, наборы маленькие, но стоят 5 долларов. Наборы средние стоят где-то от 7 до 12-13 долларов. И наборы очень большие. Допустим, вот эта Миробилия. Вот такая вот. Посмотрите, какой размер. Я не могу сказать, что здесь прям бисер такой шикарный, классный. Но на самой этой работе бисера не особо много. Но вот такой набор стоит больше 20 долларов. И он должен столько стоить. Китайское хорошее, хорошего качества, не значит, что это будет очень дешево. Вы можете купить очень дешево, но вам не понравится. Для себя я уже приняла такое решение. И у меня тоже все, конечно, ограничивается тем, что я делаю поиск только с конвой, с нанесенной схемой. Все, что я выбираю, покупаю. Ну, и, по крайней мере, мои вкусы на данный момент не изменились. Я буду продолжать это делать. То есть я составляла свой поиск вот именно только по конвес, нанесенной схемой. И наборов у меня куплено много. Мне надо, наверное, даже как-то взять, так сесть и прям посчитать и посмотреть, сколько всего у меня наборов и сколько наборов с нанесенным рисунком. И я так предполагаю, что, наверное, 95% всех моих запасов это как раз таки будет конва с нанесенным рисунком. Я нисколько не жалею, потому что, опять же, на данный момент это мои предпочтения, и я пока себе не представляю, даже не хочу представлять, что я вышиваю что-то другое без такой конвы. Сейчас, опять же, я вышиваю вот этот бисерный набор свой, своего льва, которого я начала с Настюши в Настюшином СП. Там же атлас, вот эта сама конва тоже с нанесенной схемой. Так что, опять же, все как я люблю. Поэтому вышивается очень классно, естественно, без всяких с кем. Вышивается здорово, легко. Я довольна. Ну, естественно, вышивка бисером. Я вот все думала, понравится, не понравится. Нравится, еще как. Вышиваю с большим удовольствием. И, опять же, моя любимая схема, нанесенная на конву. Тот Dimensions, который я пробовала гибискусом, он тоже был на конвес, нанесенный такой схемой. Естественно, по той схеме, не имея бумажной схемы, совершенно вышивать было невозможно, потому что там какие-то такие тени, очертания этих элементов, цветов, лепестков в самой калибре. А так, естественно, там нужна была сама схема. Но вышилась легко, быстро, результатом я довольна. Так что, этот опыт с Dimensions, вышивка гладью, мне очень понравился. Качество ниточек, я должна сказать, конечно, те ниточки хорошие. Буду ли я говорить, что в китайских наборах ниточки лучше? Ну, конечно, не буду. Потому что это и так ясно, и всем это ясно. И как бы я не любила китайские наборы, мне нравятся. Мне очень понравились ниточки Dimensions. Но предлагает ли Dimensions мне вот такую вот схему? Нет, не предлагает. И немногие предлагают. Вот такой вот получился у меня разговор с вами. У меня к вам небольшая просьба. Я знаю, что многие из вас мне уже писали в комментариях о своем опыте покупок на сайте Алиэкспресс. Я бы хотела, чтобы вы в комментариях под этим видео поделились, допустим, каким-то... Вот, допустим, название магазина, где вы купили, и вам совершенно не понравилось. И вот что вам не понравилось? Вам ниточек не хватило? Или вам что-то конкретное не понравилось? Там какого-то цвета не было? Или мне рассказывали, что даже цвет как-то вложили не тот? А, даже нет. В одном магазине, тоже на сайте Алиэкспресс, там девушка заказывала по своей фотографии, чтобы ей сделали схему. То есть она отсылает фотографию. У меня, кстати, есть такие задумки. И даже не свою фотографию, я, если честно, хочу вышить свою кошку. И они за 20 долларов на 14-й конве с нанесенным рисунком, без нанесенного рисунка, они могут тебе прям сделать вот такую вот схему, собрать, укомплектовать все ниточками. И вот девушка писала, что ей все понравилось, но она написала, что вот у меня вся фотография вышивается в каких-то там коричнево-серых цветах, а вы мне ярко-зеленый там где-то вложили, и много его вложили. Оказалось, они там ошиблись. Но это никак не относится, конечно, к магазинам, которые я написала. Это совсем другой магазин. Но просто сама идея мне понравилась, что можно отослать любую фотографию, и они тебе все это комплектуют. И они ей выслали, заменили эти ниточки. Они прям отдельно ей выслали как бы правильные ниточки. И она тоже сделала потом комментарий, что ниточки она от них получила. Если они идут на контакт, это вообще здорово. Потому что, ну ладно, ошибились, ошибились. А вот если идут на контакт, исправляют свои ошибки и досылают ниточки, это как бы вообще замечательно. Поэтому напишите, пожалуйста, о своем положительном опыте именно в каких-то магазинах. И что конкретно вам понравилось в тех наборах, которые вы купили на Алиэкспресс в этих магазинах. Или какой-то вот опыт, который совершенно вам не понравился. И прям название магазинов. Мне было бы лично интересно. Свой список я вам рассказала. И свой список я выставлю в описании под этим видео. Так что буду вам благодарна, если вы поделитесь. Ну а те люди, которые все еще думают, пробовать, не пробовать. Конечно, думайте. Это решение должно быть принято осознанно. Чтобы потом не было каких-то обид. Потому что все мы разные. У нас разные предпочтения вышивки. И у кого-то уже прям сформировался вкус. А у кого не сформировался. Или кто просто еще открыт для поисков. Естественно, надо пробовать самостоятельно. Начинайте не с закупок 20 наборов. А с закупок одного маленького набора. Вот какой-нибудь сюжет, который вам прям нравится. Там вот, допустим, магазин, наборчики, в которых там цветочки вышиваются. Или синички вышиваются. Снегири какие-нибудь вышиваются. Они обычно очень маленькие. Попробуйте, вышейте. Такое всегда можно и кому-то подарить. И маленькую работу. И у вас уже сложатся мнения, покупать или не покупать в этом магазине что-то. Пожалуйста, поделитесь со мной. И еще я тоже хотела сказать о том, что ниточки бывают... По крайней мере, те наборы, которые вышивают Джойс Санды, это, конечно, ниточки синтетические. Но мне писали, что, допустим, в магазине Амишоп, там, естественно, продаются наборчики без канвы с нанесенной схемой, а просто вот белая канва и, допустим, полная зашивка, тоже достаточно известные. Там вообще очень большой такой ассортимент у них в магазине Амишоп. И несколько девочек мне написало, что вот с магазина Амишоп ниточки были хлопковые. И тоже поджигали и смотрели. И это не синтетика, это хлопок. Так что китайская, это еще не значит, что стопроцентная синтетика. Нет. Это она как бы есть все. Есть шикарного качества, есть среднего качества, есть очень плохого качества. Цена говорит сама за себя. Вот в магазине Амишоп или, допустим, в других магазинах есть наборы, опять же, на Алиэкспресс для вышивки, которые стоят 50 долларов. Которые стоят там 30 долларов и выше. Мои наборы, которые я вышиваю, ну это не дороже 20 долларов. То есть самый, наверное, дорогой набор, который я покупала, ну это 25 долларов был. Но это наборы гигантские. Они очень. То есть гигантские это для меня, вот 50 на 75 сантиметров, для меня это прям большой набор. А если даже чуть больше этого, вот это гигантские. Соответственно, то есть я покупаю, наверное, такие средние наборы. Но в мой ассортимент, нанесенные схемы на канвы, то есть, как бы, ну цены именно такие для меня. Естественно, ниточек хэбэшных никто мне не предлагает. Сама заменять я тоже не буду. А вот наборы, которые продаются по 30, по 40, по 50 долларов, там прям указано, что ниточки 100% хлопок под цвета DMC. А вот те наборы, которые я покупаю, я вот к ним присмотрелась. И там на самом деле они пишут хлопок-полиэстер. То есть по цветам DMC. То есть они не пишут, что это ниточки DMC. Они пишут, что это по цветам DMC. То есть в принципе пишут всю правду. Но даже те наборы, которые стоят очень, ну не очень дорого, подороже на Алиэкспресс, там они указывают, что 100% хлопок по цветам DMC. И девочки, которые заказывали что-то на Амишоп, они мне писали, что какие-то наборы есть именно ниточки хлопковые. Я буду очень благодарна, если вы, опять же, может быть какие-то ссылки на эти наборчики вы вставите внизу комментариев. Или напишите название магазинов, где вы что-то покупали, что вам прям очень понравилось. Или где вы покупали, и вам очень не понравилось, и вы бы никому не рекомендовали этот магазин. Вот этот негативный опыт, мне кажется, он намного важнее. Потому что все, что нравится, из этого уже люди могут выбрать. А все, что не понравилось очень сильно, вот этим надо делиться, чтобы другие просто такие же ошибки не сделали. В общем, наболталась. Большое спасибо за внимание. И буду ждать ваших комментариев, ваших отзывов. И увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok